Сроки ремонтных работ в школах всегда крайне короткие. В июне здесь дают ЕГЭ. В августе уже приемка новых учеников. Но начало всему 1 сентября. Тогда образовательные учреждения заработают в полную силу. Так что на все про все меньше двух месяцев. 12-я школа города, одна из старейших. В ней обучается больше полутора тысяч человек. В этом году нам исполнилось 80 лет. Поэтому, конечно, работ косметического плана, ремонтных работ очень много. Поэтому поэтапно, планово мы приводим школу в порядок. Особенно ту старую часть, которая от 36-го года рождения. В следующей на очереди школе, 35-й, ремонт идет даже с опережением. В здании для начальных классов не было горячей воды. Провели. А еще отремонтировали раздевалки. Теперь они отдельные у девочек и мальчиков. На 200 тысяч запланировано установить окна. В некоторых классах меняют полы. Всего же на капремонт выделено 2 миллиона рублей. Руководство сетует. Здание немолодое. Оттого и проблем много. Ремонта первоначально не входившего в планы хватает. По ремонту пола, например, начались работы. Система отопления местами ржавой. Но это говорит о том, что постепенно уже разрушается герметизация. Поэтому доп. работы возникает. Давняя проблема и для школьников, и для родителей, и для учителей – вторая смена. Решили ее в Ижевинской 30-й школе, самой заселенной в районе, не без креатива. Под занятия выделили здание бывшего коррекционного детдома. В этом году это самый масштабный по объему преобразований проект. Работа внутри еще не начата. Все в ожидании утвержденных проектов. Зато за кровлю подрядчики уже взялись. Обещали управиться до конца августа. Само же здание откроется после Нового года. Таких же серьезных ремонтных работ сегодня ожидают и другие школы. Мы смотрим те предписания, которые нам выдает Роспотребнадзор и Госпошнадзор. Исходя из этого, мы составляем план работы. Поэтому к январю месяцу у нас уже будет составлен полный список школ, в которых будут выполняться ремонтные работы на следующий учебный год. И это, к слову, задача, лежащая исключительно на власти. Поборы с родителями, безусловно, запрещены. Зато инициативных мам и пап каждой школе можно только пожелать. Другое дело, что с родительской комитеты школы, класса принимают решение. То у них есть право, так сказать, тем или иным образом внести свою, так сказать, посильную лепту. Но я думаю, что не столько в ремонты, сколько в улучшение матерно-технической базы, там приобретение, может быть, какого-то дополнительного оборудования и так далее. Ну а сейчас главная задача всех, кто занимается подготовкой школ к новому учебному году – уложиться в сроки. Последний объект ждет сдачи 17 августа. Любовь Филиппова, Роман Боровиков, телеканал Юрган. Роман Боровиков, телеканал Юрган.